Я учитываю, что Ардунин обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности и общественного порядка. После возбуждения уголовного дела скрытся от органов следствия. В связи с чем 30 марта 2022 года был объявлен в розыск и вилсов правоохранительные органы города Красноярска 7 апреля 2022 года, где проживал на съемной квартире. Адрес, который точно назвать не смог ранее, привлекался к уголовной ответственности, в том числе по части 1 ст. 318. По пункту В части 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ, которые были прекращены соответственно 8 июля 2019 года и 13 мая 2020 года по неребиалитирующим основаниям. В связи с чем может скрыться от органов следствия. Предварительное расследование или суда продолжит заниматься преступной деятельностью. Таким образом, данные обстоятельства, послужившие основанием для избрания мероприщения в виде заключения под стражу, в настоящее время не изменились и не отпали. В связи с чем оснований для изменения или отмены мероприщения не имеется. Оснований для изменения меры пресечения, в том числе в виде залога домашнего ареста или запрета определенных действий с учетом выжизложенных оснований, в настоящее время не имеется, поскольку указанные меры пресечения не смогут исключить возможность обвиняемого скрыться от органов предварительного следствия или суда продолжить заниматься преступной деятельностью. Суду водозащиты о необходимости осуществления ухода за малолетним ребенком в связи с полученной травмой Абдониной суд не находит достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства при наличии иных родственников и соответствующих органов, которые могут обеспечить уход за ребенком в период болезни матери. Медицинских противопоказаний, исключающих возможность дальнейшего содержания Абдонина, не установлено. Продление срока содержания под стражей вызвано объективными причинами, что подтверждается представленным материалом. В настоящее время по делу необходимо выполнить требования ст. 217 Уголовного кодекса РФ в полном объеме, составить обвинительное заключение, направить уголовное дело в порядке части 6 ст. 220 Уголовного процессуального кодекса Назаровской международной прокуратуры для утверждения обвинительного заключения направления уголовного дела в суд. Для выполнения указанных следственных действий необходим дополнительный срок. Кроме того, уголовное дело подлежит направлению прокурора в суд не менее чем за 14 суток до истечения срока содержания обвиняемого под стражей. Согласно ст. 221 УПК РФ прокурору предоставляется 10 суток для осмотрения поступившего от следователя уголовного дела с единственным заключением. Учитывая то, что срок содержания под стражей Авдонина истекает 27 мая 2022 года, судья полагает возможным продлить Авдонину срок содержания под стражей на 24 суток, а всего на 2 месяца 14 суток, то есть почти 20 июня 2022 года исключительно, который является достаточным и разумным для выполнения указанных следственных действий. На основании изложенного и руководствуясь статьей 109 УПК РФ суд постановил продлить срок содержания под стражей по уголовному делу номер 122 на 24 суток, а всего на 2 месяца 14 суток, то есть по 20 июня 2022 года исключительно. Авдонина Михаила Анатольевича содержать ФПУ СИЗУ Триговцы на России по Красноярскому краю СИЗУ Тригура Дачинска. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке. Красноярский краевый суд в течение трех суток со дня его вынесения с подачи жалобы через Назаровский городской суд Красноярского края. Обвиняемый в праве ходатайствовать в своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу других лиц или представления прокурора. Разъясняется право на ознакомление с протоколом судебного заседания, результатами аудиопротоколирования, подачи на них замечаний в течение трех дней с момента их изготовления. Постановление суда понятно? Судебное заседание является соответствием. Продолжение следует...